Привет, с вами Антон и школа English Show. Вы когда-нибудь проходили собеседование на английском? Если рассматриваете вариант работы за границей, то вам рано или поздно это предстоит. Как говорится, preparation is the key. Поэтому в этом видео мы тебе поможем и подготовим к собеседованию, а для этого разберём самые популярные и нужные фразы, а также вопросы и тонкости прохождения этого самого собеседования. Погнали! Что вообще нужно для собеседования войти на английском? Ну, не будем говорить о такой мелочи, как знание и опыт в сфере IT. Обсудим знание языка. Многие комплексуют по поводу своего акцента и фонетики. Сразу скажу, это не важно. Главное, чтобы вы понимали других, а другие понимали вас. В IT работает довольно много людей с сильным акцентом, и тем не менее они умудряются как-то между собой договариваться. Не нужно изображать Стивена Фрая или Хью Лори, просто старайтесь говорить чётко. Какой уровень нужен для прохождения собеседования? Ну, если вы знаете, всё уровень здесь всё просто. Как правило, для успешной работы нужен уровень intermediate или B1. Если же вы свой уровень не знаете, то имейте в виду, что вам проще будет работать, если вы сможете осудить что-то помимо самых простых бытовых вопросов. Например, рассказать о себе, о своих увлечениях, о своём профессиональном опыте. Если для вас это сложно сделать, тогда, наверное, стоит ещё потренироваться. Причём заранее. Преподаватели English Show наши готовы вам с этим помочь. Ведь именно регулярные занятия с наставником – это залог того, чтобы собеседование прошло гладко и комфортно. Вы можете выбрать курс повседневного английского или английского для IT. Пройти бесплатный первый урок и начать заниматься. Ссылка на этот бесплатный урок в описании. Итак, самые популярные вопросы и как на них отвечать. Мы не будем рассказывать о технической стороне собеседования, а лучше разберём самые популярные общие вопросы и как их тебе могут задать. Первое, что, скорее всего, вас спросят – это So, tell me a little bit about yourself, Mr. Wing. Tell me a little about yourself. Расскажите немного о себе. Вот чего здесь точно не нужно делать, и как-то рассказывать всю свою биографию, начиная с первой детсадовской влюблённости в воспитательницу. Только последний, самый релевантный опыт и важные качества. Имеется в виду личные качества. Вот какими они могут быть? Hardworking – это работящий, как сварщик практически. Такой целеустремлённый. Target-focused – то есть ориентированный на достижение цели, результата. Adaptable and flexible – то есть гибкий и адаптивный. A good team player – хороший командный игрок. Fast learner – быстро обучающийся. Committed – вовлечённый или полностью чему-то посвящённый. Ещё можно сказать, что вы work well under pressure, то есть вы можете очень хорошо работать под нагрузкой. Да, по-русски говорят стрессоустойчивость, точно. Можно ещё сказать I achieve consistently high results, то есть я постоянно добиваюсь высокого результата. А что по скиллам? I have a unique set of skills. У меня уникальный набор навыков. I possess strong managerial and leadership skills. У меня высокие управленческие и административные навыки. Так, какие ещё навыки могут быть? Ну, soft and hard skills – соответственно, профессиональные и коммуникативные навыки. Conflict resolution skills – это навыки разрешения конфликтов. Negotiation skills – навыки переговоров. Presentation skills – ну, тут, думаю, всё понятно. Навыки презентации. Имеется в виду не PowerPoint, а в целом что-то презентовать, что-то объяснить и рассказать людям, зачем это нужно и что это. Team building skills – навыки team building, как теперь уже по-русски говорят, ну или построение команды, объединение коллектива для каких-то задач. Ну и, наконец, time management skills – это навыки time management. По-русски уже тоже так говорят, ну, имеется в виду планирование своего времени, его распределения и оптимизации. Мне очень нравится правило, как максимально корректно отвечать на вопрос tell a little about yourself. То есть расскажи о себе. Сначала расскажите настоящее, кем работаете, какие навыки. Потом немного прошлого, но только профессиональная сфера. Может быть, ваше образование, ваш опыт. И потом немного про будущее. Какие планы и амбиции? Вот прям золотое правило, запомните, серьёзно. Кстати, этот же вопрос могут вам задать по-другому. И чтобы вы не попали в такую непонятную ситуацию, его могут спросить, например, То есть проведите меня через ваше собеседование. Это то же самое, значит, расскажите о себе. Да, ещё популярный вопрос. Или То есть что вы знаете про нашу компанию? Ну, очень похожие вопросы. На самом деле, разумеется, на оба надо отвечать на самом деле, что вас привлекло в работе в этой компании. И да, высокая зарплата – это не лучший ответ. Давайте продумаем красивые фразы в ответ. То есть я знаю, что ваша компания одна из крупнейших в таком-то поле или в такой-то отрасли. Я всегда был фанатом продукции вашей компании. Если, конечно, был. Иначе врать не надо. Я также вычитал в статье в интернете, что вы расширяетесь. Мне было бы очень приятно работать в компании, которая ценит прозрачность и у которой прекрасная корпоративная культура. А вот с последней фразы «будьте аккуратны». Не просто так мы туда вставили и прилагательные, и существительные, и без пропуска, потому что она универсальная, её могут говорить все. Тем самым она немножко свою красоту обесценивает. Лучше, конечно, выяснить как можно больше конкретики о компании. Вообще на интервью, если вы более конкретно будете говорить, будет лучше. Ну, то есть, если вы устраиваетесь условно в Кока-Колу, то подойдет и общий ответ, типа «Я с детства пью Кока-Колу и обожаю вашу компанию». Так и более конкретный, типа «Я знаю, что вот у вас очень ценятся люди, кто умеет управлять коллективом вот таким». Я вот умею как раз, я хочу это где-то развивать еще дополнительно, поэтому я пришел к вам. Но вот следующие два вопроса на интервью самые коварные. «Какие у вас самые сильные стороны?» Или этот вопрос может быть еще сформулирован так. «Что бы вы сказали являются вашими сильными сторонами или навыками, которые помогут вам преуспеть в этой работе?» Тут важно показать себя во всей красе, но и не перехвалить. Только говорите самое важное. Например, начните так. «Я бы сказал, что одна из моих самых сильных сторон – это». Дальше назовите одну-две ваших самых сильных сторон. Только не надо называть сразу десять, их все равно не запомнят. Лучше назовите одну-две самых сильных и, на ваш взгляд, самых ценных для работодателя. Это важно. И проиллюстрируйте примерами. Они всегда запоминаются лучше, чем просто слова. Например. «У меня хорошо получается структурировать процессы». «Я создал процедуры для многих ситуаций на своей теперешней позиции». «У меня хорошо получается предлагать идеи». «На моей прошлой работе внедрили три моих предложения, что принесло компании существенную прибыль». Ну, здесь лучше, конечно, скажите, какие именно. То есть, если вы скажете «I worked for Apple, I created a new idea called Newton», то, наверное, вас, пожалуй, не возьмут. Еще можно сказать. Моя самая сильная сторона – внимание к деталям. Это очень помогло мне в этой сфере деятельности. Также я хорошо работаю под давлением. То есть, я стрессоустойчив. Расскажите мне о ваших слабостях, о ваших недостатках. Сказать «мама говорила мне, что я само совершенство», к сожалению, тут не вариант. Нужно отметить что-то действительно негативное, но как бы безобидное. Еще лучше, если ты скажешь, как ты пытаешься это исправить. Но, опять же, не надо много, назовите одно-два качества. Вот, к примеру. Мне иногда тяжело понять, что моя команда перегружена, поэтому я обязательно провожу еженедельные встречи. Так, дальше у меня написана еще одна фраза в сценарии. Well, I tend to be a bit of a perfectionist. То есть, я немного склонен к перфекционизму. Лично от себя добавлю. Не надо, я бы не взял человека, который так скажет. Ну, потому что это слишком банально. Это вот из серии «мама говорила, что я самый лучший». Я, знаете, я слишком перфекционистич, я слишком люблю все делать идеально. Наверное, я вам не подхожу. Ну, глупости. А вот, что можно сказать, так это Раньше у меня были сложности с соблюдением дедлайнов, но теперь я прошел курс по тайм-менеджменту, и ситуация стала лучше. Следующий вопрос, он уже анекдотический. Ну, или формулировка, может быть, немного другой. То есть, что вы можете сказать о ваших целях на ближайшие несколько лет. Тут важно показать, какие навыки вы бы хотели развить и куда вообще двигаться. То есть, я прям хотел бы, прям мечтаю поработать в где-нибудь. Я бы хотел делать упор на лидерские качества и попробовать себя на руководящей должности. Я всегда стремлюсь развивать свои какие-то навыки. Ну, и последний вопрос, тоже с двойным дном. Есть ли у вас к нам вопросы? И вот тут, конечно, лучше, чтобы они были. Покажет, что вы заинтересованы в вакансии. Если у вас правда есть вопросы, естественно, задавайте их. Но, разумеется, не надо переспрашивать то, что вам уже и так рассказали, или то, что и так уже было написано где-то. Лучше уточнять и задавать что-то действительно для вас важное. Например. Можете рассказать мне о рабочих часах? Или почему бы напрямую не спросить? То есть, когда вы планируете принять свое решение? Имеется в виду, брать вас или не брать? Отличный вопрос, кстати, подразумевает, что вы и время свое цените, и их время цените, и их мнение тоже. Можете ли вы поподробнее рассказать о повседневных обязанностях на этой должности? Если бы вы меня взяли на эту роль, чего бы вы хотели, чтобы я достиг в первые два месяца? Кстати, вообще неплохая идея спросить, а чего вы хотите от человека на этой должности? Потому что это будет подразумевать, что вы хотите не просто куда-то устроиться, получать деньги на карточку, а что вы хотите реально помочь, и хотите проанализировать, подойдете ли вы сами или нет. Хотя, конечно, любой поймет, что вы не откажетесь, если уж вы пришли на собеседование. Но, наверное, выставит вас немного в лучшем свете. А вот вы знаете, что нужно, чтобы достичь хорошего уровня английского? Заниматься регулярно. Это сравнимо с посещением тренажерного зала. Если вы занимаетесь регулярно, результат себя не заставит долго ждать. Команда преподавателей English Show уже более 8 лет успешно готовит людей к прохождению собеседований на английском языке. А главное, они помогают раз и навсегда преодолеть неуверенность при общении, так же, как языковой барьер. А в качестве бонуса первое занятие для вас абсолютно бесплатно по ссылке в описании. Главное, это сделать первый шаг навстречу работе своей мечты или даже жизни своей мечты. Еще раз, ссылка в описании, переходите. Ну, а с вами был Антон. Спасибо, что смотрели этот видос. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok